Вот. Любовь к фантазии. В конечном итоге оказывается, что нация и отечество это лишь призраки, то есть понятие бесконтретных и однозначных значений. Это абстракции другого рода. Например, понятно, что значила бы любовь к комиксам и понятна возможная ценность комиксов для человека. Блядь, какая нахуй аллегория комиксов и, блядь, отечества? Это чё за... Комиксы существуют, отечества не существуют. Всё просто. Сейчас, смотрите. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. Вот комиксы. Вот комиксы, блядь. Вот комиксы. Вот множество комиксов. Вот комикс, один комикс, второй комикс, третий комикс. Они все входят во множество комиксов. А отечества не существует. В принципе. Там было прояснено... А, ну, блядь, я, кстати, понял, что он не разобрался с градациями, соответственно, судя по этой реакции. В градациями онтологическими. То есть в данном случае у нас есть некое множество, которое существует. То есть абстракция, которая относит нас к множеству существующих в феноменах предметов. Ну, например, отдельные комиксы собираются в такую абстрактную группу, как комиксы. Вот такая вот абстракция, которая сводит некое множество предметов воедино. А, собственно, отечество это такая абстракция, которая в принципе не существует. Ноль. У неё нет существования. По крайней мере, вы его доказать никак не сможете. Это фейковый объект вообще Это чё такое вообще? Это чё? Ну я понял в чём проблема Проблема в интеллектуальной несостоятельности Обскуранта уже на базовом уровне Он в принципе прочитать Даже этот смысл не может Я заранее бы ему посоветовал Ознакомиться с текстами Макса Штирнера Единственная его собственность Потому что слово призраки я подрезал Буквально оттуда и использую его буквально В Штирнеровском смысле Сразу рекомендую книжку Если вы хотите спорить Придётся с теорией спуков иметь дело И опровергать Штирнера Это первое, что можно уже посоветовать Автору этого уже явно не хватает Ну да ладно, поехали дальше Проблема в том, что В целом задумка Написания такой статьи Является мертворожденной И проблема даже не в том, что Патриотизм и национализм это разные идеологии Которые друг от друга отличаются Нет Дело в том, что Национализм и патриотизм Это просто парадигмально Разные вещи, которые в принципе Особо никак не соотносятся То есть Почти каждый националист Называет себя патриотом Ну смысл не соотносит Да даже не почти каждый Наверное каждый националист патриот Может быть за редким исключением Мы можем себе представить националиста Который не является патриотом Ну не каждый патриот националист Но каждый националист патриот Да, Вячеслав Ну смысл они никак не соотносятся Соотносятся Причем довольно очевидно соотносятся есть националисты патриоты из националисты не патриоты есть патриоты не националь националисты не патриоты ну кстати я также замечу что даже это если это не соотносится поэтому в названии эпитафия патриотизма и национализма нигде не сказано что патриотизм равно национализм. Я также дополнительно замечу. А, в чем критика? Более того, да, Дмитрий Крылов не патриот, да, охуенно, отличный пример, мне тоже так показалось, я хз. Но при этом всем, даже если автор прав, и существуют такие националисты, которые не патриоты, хотя, честно говоря, мне казалось, что все практически националисты как минимум риторику патриотическую используют и себя патриотами считают. Не видел, в общем-то, я исключений из данного правила. Ну да ладно. Нигде не написано, что национализм и патриотизм это одно и то же. Как вам такое? Листы. И Шадов сам пишет, что... Да, я сам пишу. Патриотизм это... Я их разделяю, вообще-то. Преданность и любовь к своему отечеству, то есть очевидно в данном определении это чувство. А национализм это идеология, трактующую нацию как высшую ценность. А ценность тоже имеет на себе чувственный оттенок. Что будет написано дальше? Бумс. Тумс. Соответственно. Ну, короче, первый же, первый же заход обскуранта просто тупо мимо. Просто тупо мимо, потому что в статье как раз и разделены патриотизм и национализм. То есть, да, статья эпитафия патриотизму и национализму. Не эпитафия патриотическому национализму, не эпитафия национальному патриотизму. Эпитафия национализму и патриотизму. И. И. И то, и другое. Оба. Оба. Обе категории в данном случае. Даны определения. Обе. Оба определения. И я что-то не вижу, чтобы здесь было написано, что патриотизм и национализм это одно и то же. Сколько времени нашего потрачено на нихуя? 16 минут? 16 минут? 17 даже. 17 минут на нихуя. То есть вначале там какие-то предыстории, какое-то говно другое, потом парочку, короче... Ладно, запятую, запятую спасибо, запятую я поставил, вернул, охуенно. Спасибо за запятую. Спасибо за вот эту вот ошибку в предложении, потому что действительно я ее проебал, когда писал. Здесь действительно правильно написать, хотел бы сохранить философское право на универсальность произведемых суждений. Я это добавил, отлично, это действительно норм. Это я проебал, просто опять же статья написана ваншотом, я быстро ее написал, выложил и не проверял даже ни разу. Я так почти всегда делаю, мне лень проверять, честно говоря. Я очень много пишу и очень много работаю, если кто-то ошибки мне не подмечает, я их просто не исправляю обычно. Ну да ладно, ну все равно, как видите, человек-то понял, что я хотел сказать сначала. То есть смотрите, да, в самом неважном моменте, где это было, хотел бы сохранить философское право на универсальность произведемых суждений, он все понял. Но когда дело дошло до определения, он почему-то хочет нам сказать, что патриотизм и национализм в моем представлении это одно и то же. Но я этого нигде не писал. Ну ладно. Более того, они далее будут разбираться отдельно. Антологический статус нации и отечества. Причем эти категории разбираются по-разному. Находятся общие у них черты, правда, при этом. Ну да ладно. В самом начале вот закладывается эта идея о том, что патриотизм и национализм могут быть рассмотрены вместе, но они не могут быть рассмотрены вместе. И все, можно зак... Патриотизм и национализм не могут быть рассмотрены вместе. Сейчас. Зайду я ка зайду на ей-лайбрери. Давайте на ей-лайбрери зайду. Ей-лайбрери, короче. Я захожу, в общем-то, в нашу библиотеку, где у нас огромное количество статей. Национализм, национализм и патриотизм. Ну что, найти статьи по вопросам национализма и патриотизма вместе. Понятие патриотизма и национализма в осетинской поэзии. Исследование особенностей патриотизма и национализма студентов – основные признаки патриотизма. Национализм и патриотизм в идеологии многонациональных государств. Мартынов, кстати, написал. Психологический механизм трансформации патриотизма в национализм. Национализм, да, психологические механизмы трансформации патриотизма в национализм, постановки проблемы. Национализм и патриотизм, как социальные установки, теоретический анализ, экспериментальные исследования. Между патриотизмом и национализмом, вопроса национализма. Россия, патриотизм или национализм, тоже, кстати, вот в одной статье находится. Патриотизм или национализм Шиманова, тоже они сравниваются друг с другом, рассматриваются. Почему-то, неожиданно, кто мог подумать. А национализм и патриотизм к вопросу о границах, причинах и следствиях. Патриотизм и национализм это научные статьи, изданные в научных журналах, ребят. Сколько их? 10 387 статей. 10 387 статей, которые так или иначе содержат обе категории. Причем я вижу первые штук дохуя на самом деле, очень много. Эти категории выносят в заглавие неожиданно. Научные статьи. Вестник Московского университета. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. В журнале издана. Это Ваковский журнал, блядь. Это Ваковский журнал. Ваковский журнал, блядь, МГУ ебаново, блядь. По политическим наукам. То есть смотрите, какое-то малолетнее, тупое, умственно неполноценное быдло говорит нам, что эти категории не могут рассматриваться вместе. Почему? Потому что так решила малолетнее, тупое, умственно неполноценное быдло. А при этом все исследователи, кандидаты, доктора наук философских, политических, социальных, психологических вполне могут их рассматривать вместе. Неожиданно! Неожиданно! То есть, что у нас за огромное количество исследователей из разных областей, которые вполне могут рассматривать эти явления? Что у нас против мнения тупого студента, которому можно хуем пол бы провести и по губам, кстати, тоже? Судите сами, друзья! Судите сами! Ну, жидко кто-то там обосрется, не обосрется, но я пока вижу, как обскурант жидко обсирается, честно говоря. Я не знаю, сейчас, ну давай, давайте, нет, я даже выведу, блядь, вот ей лайбрери, вот ей лайбрери, вот они, статьи, 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 да хуя, да хуя, да хуя статей. Патриотизм и национализм как проблемы, общество, риск, современные технологии, обеспечение гражданской обороны, ликвидации последствий через землю, это какая-то странная хуйня, на самом деле, хуй знает. Омский университет тоже может брать, не будем, вестник Санкт-Петербургского военного училища, патриотизм и национализм в России, социокультурный аспект, патриотизм и национализм в отечественной культуре, короче, их дохуя, их дохуя, и студенты над этим работают, соответственно, и кандидаты наук, и доктора разных, блядь, наук, просто, ну, окей, я не знаю, может, Шадову это запрещено делать, может, Шадову это запрещено делать, может быть, это какой-то запрет поставлен на то, чтобы конкретно я, может быть, занимался данной проблемой, чат починил, может быть, просто у человека какие-то, блядь, пунктики в голове, что какие-то слова невозможно объединять в названии, не в названии, как основные темы, причем, нигде не говорится, что патриотизм, блядь, равно национализм. Понятное дело, что, как минимум, подавляющее большинство националистов, патриоты, долбоеб, который говорит, что между патриотизмом и национализмом нет никакой зависимости, умственно неполноценный дегенерат, который банальный математик, арифметики, блядь, не знает. То есть, если в большинстве случаев в одной ситуации большинство людей являются представителями вот той самой группы, о которой мы говорим, группы патриотов в данном случае, да, то есть националисты, по большей части, в огромной величине являются представителями группы патриотов. Соответственно, да, не все патриоты-националисты, но почти все националисты-патриоты. То только полностью умственно неполноценный дегенерат, который дважды два сложить не может, может сказать, что здесь нет никакой зависимости. Никакой, никакой зависимости нет, нам говорят. Ну, охуенно, спасибо, короче, привет из дурки всем, ребят, поехали дальше. Здесь мы встречаем некоторые логические приемы на уровне кандидата философских наук. Шадов пишет про то, что у нас нет единого и разделяемого всеми националистами понятия нации. Это правда. И исходя из этого, внимание, делается вывод, что наций не существует. Так. Нация вообще термин, который значит очень много разных вещей, от культурной и гражданской общности до общественности и этичности. То есть у нас нет единого разделяемого всеми националистами понятия нации. Даже в мыслительной деятельности разных людей это слово не имеет никакого однозначного измерения. Нация обобщает людей по тем или иным признакам. Притом у разных авторов эти признаки категорически различаются. Признаки чаще всего носят крайне субъективный характер, особенно когда речь идет о культурном национализме. Или же наоборот. Понятие нации сближается с понятием этноса, что подчеркивает его избыточность. Как-то так. Повторяем, что было сказано, да, еще раз. Вывод. И исходя из этого, внимание, делается вывод, что наций не существует. Нет, нации не существует, даже если бы у нас было единое определение нации. То есть, если бы у нас был культурный национализм, нации все равно не существует. Вот. Нация не предмет. Антологически ее все равно нет. Тут как ни покрути, ее нет. То есть, хоть гражданский национализм берите, в чистом его определении, Он-то как таковой существует только как мнение, национализм. А вот нации все равно не существует. То есть нет логического вывода от того, что, собственно, у нас много разных определений, поэтому этого не существует. Тут написано даже дальше. Во всей этой чехарде мне видится определение нации происходило с задним числом. То есть людям очень хотелось обосновать существование некого единства, выходящего за пределы простых социальных взаимодействий. Словом, обозначающим это высшее единство, стала нация. Но значения его менялись, потому что критерии постоянно давали сбой. Тут буквально, блядь, написано. Тут все буквально написано. Чел мне какие-то выводы придает, которые он, видимо, вычитать не смог. Теперь смотрите, смотрите, давайте я еще раз подчеркну. Давайте я еще раз подчеркну основную проблему. То есть... Да, Сергей. Смотрите, проблема очень простая на самом деле и очень легкая. То есть автор сначала довольно досконально прочитал предступительную часть, в которой он даже смог добавить правильную речевую конструкцию. То есть он здесь даже настолько хорошо прочитал, что там было написано неправильно, а он понял правильно. Молодец. 5 баллов, 5 с плюсом. Круто. Но теперь мы переходим к той области, в которой, соответственно, у автора эмоциональная привязка. И как только у него начинается эмоциональная привязка, у него отключается способность читать. Понимаете? Магия. 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 Она всегда так работает у людей. У людей такая психологическая защита. Они видят неприятный им текст. У них отключается способность читать. Нормально. Они хотят видеть текст и то, что они хотят видеть. То есть автор решил мне предъявить, короче, пугало. Он решил предъявить мне пугало. Он решил упростить мое рассуждение просто вот до двухнопочной системы. В духе, поскольку у нас существует множество определений наций, следовательно, наций не существует вообще. Но здесь нету такого логического суждения. Потому что оно, во-первых, не очень логическое. То есть, да, если существует много определений наций, даже непонятно, какое конкретно определение мы берем, чтобы увериться в том, что не существует какой-то из этих наций. Но я наверняка скажу, что практически ни одного из этих определений, собственно, ну, то есть, ни гражданской нации не существует антологически. То есть, потрогать нельзя. Комикс. Комиксы. Комиксы берем. Все можно потрогать. Вот они. Куча предметов. Общность комиксы. Каждый отдельный предмет из этой общности можно потрогать. Нацию потрогать в человеке отдельно нельзя. То есть, по мнению Шадова, если по поводу какого-то вопроса не существует единственного верного мнения, а существует множество мнений, то значит верного мнения... Дальше разбирается каждая отдельная форма национализма. Если я не ошибаюсь сейчас. Например, если критерием нации служит язык, то все русскоговорящие люди принадлежат к русской нации. То есть, весь СНГ принадлежит к русской нации. Если мы требуем от этих людей также принадлежности к культуре, то лишь культурные русскоговорящие люди пройдут через это бутылочное горлышко. То есть, я здесь вообще рассматриваю, как из конкретных определений нации в данном случае пристекает отбор тех или иных, в общем-то, групп людей. Мнения по этому вопросу просто нет. Это мне напоминает невзоров стайл аргумента про то, что типа, ну вот вы говорите, что Бог един, да, христиане. А у вас там 15 тысяч динаминаций по всему земному шару, и у каждого свое мнение. Типа, что? Ну что с лицом? Я замечу, что тут есть даже такое высказание. Разница с нацией лишь одна. Отечество хотя бы представляется людьми более-менее одинаково. Вот. И отечество тоже, блядь, не существует. То есть, у меня буквально нет усуждения о том, что нации не существует, потому что у нее много определений. Нации не существует, потому что у нее статус антологического, блядь, нет. Не потрогать нельзя, ничего нельзя, это просто маня-фантазия. И отечество маня-фантазия, и нация маня-фантазия, и страна маня-фантазия, и государство маня-фантазия. Все это маня-фантазия, так скажем, да. Это определенного рода интеллектуальные конструкции в головах людей. Воздушные замки, можете их назвать. Некоторые воздушные замки чуть-чуть больше работают. Лучше работают. В том плане, что они позволяют нам там лучше объединяться. Например, государство. Государство более-менее рабочий воздушный замок у нас в голове. Он позволяет нам вместе координировать деятельность отдельных номинальных субъектов, соответственно. То есть я здесь со стороны номинализма подхожу. Я почти всегда ко всему подхожу со стороны номинализма, потому что так всяких шизов универсалистов разъебывать проще. Так вот. Здесь именно по вот такому критерию. Вы не можете, вы не можете, мои оппоненты в принципе не могут показать мне онтологическую какую-то значимость нации. Потрогать нельзя, увидеть нельзя. Только помыслить можно. И почему это что-то больше, чем наша фантазия и мысль? Вот как вы это докажете? Это какой-то дух национальный над нами парит. Национальный дух может быть. Может быть в генах это заложено. Генетический подход здесь, кстати, возможное обоснование. Правда, не все национализмы под него подойдут. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть тут по каждому отделему национализму мы можем немножко по-разному, соответственно, общаться. Обсуждать все это. Сом, да? Вот, а вы говорите, что у вас Бог существует. И вы же все, у вас у всех свое мнение про Бога. Ну то есть вот такой вот аргумент потрясающий просто. Нет, чел не вычитал аргумент, это печально. Это даже на софизм и не тянет, если честно. Это просто какой-то аутизм. Я не знаю еще что-то сказать. И второй потрясающий. Тезис изложен в начале. Тезис просто в первой главе. Нации и отечество онтологически представляют собой продукт мыслительной деятельности человека, при том на довольно высоком уровне абстракции. Все. Конец. Дальше просто прояснение к данной позиции. Нации и отечество онтологически представляют собой продукт мыслительной деятельности человека, при том на довольно высоком уровне абстракции. Все. Конец. Что еще нужно? Вот тезис. 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 Вот он в начале. Хотите сказать, что нация и отечество это нечто большее, чем продукт мыслительной деятельности? Это что-то, что существует на самом деле, это то, ради чего или нация или отечество, то, ради чего нужно умирать? Прошу. Доказывайте. Серьезно, ну, доказывайте. Просто, по-моему, вы тоже, любой человек со мной согласится, что нация и отечество это как минимум продукт мыслительной деятельности. Как максимум может быть что-нибудь большее. Как максимум может быть что-нибудь большее. Но вот это что-нибудь большее неплохо было бы как-то вот аргументировать. Нормально аргументировать по-взрослому, а не то, что обычно мы слышим. Какие-то вот это пук-пук-пук-пук, как-как-как-как. А вот это вот надо как-то убрать и реально доказать, что существуют ваши нации, ваше отечество, блядь, существует. Что вот что-то, это не просто мыслительная конструкция, а что-то вот реально, реальное, настоящее. Вот то, за что действительно стоит как бы. Следующий ход, логический, который содержится в этом разделе, это размышления от Шадова про единство. Шадов пишет, что национализм родился потому, что людям очень хотелось обосновать существование некоторого единства. Ну, противоречие. Но что это за единство, не определяется, и по какому принципу выстраивается этого единства. Нация. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Что это за единство, ребят? Что это за единство? Что это за единство, ребят? Что это за единство? Нация. В политическом значении это совокупность граждан. Совокупность граждан. Совокупность. да то есть я несколько определений могу засчитать критерии которые отсылают нас к единству их просто дохуя просто каждому определение нации мы найдем то что отсылает нас некому единству ау блять ау нахуй проснись абскурант ну я хуй знает как это работает это единство тоже это шадов не обозначает то есть это просто вброс просто вброс в каждом определение нации это просто вброс ребят просто вброс и далее он рассматривая разные критерии которые предлагают рак и смотрите в конце я как бы к своему выводу то и пришел что вот ладно поехали разные националисты что все это в итоге никакой нации нет за пределами человеческого мышления ну покажите что есть докажите ну типа критерии принадлежности к нации приходит к выводу о том что чем больше критериев тем меньше людей через них проходит что в конечном итоге не ведет никакому единству я на протяжении всей этой небольшой головы объяснял как раз вам как формируются эти самые критерии то есть я вот а там было описано непосредственно но смотрите давайте так русскоговорящих людей если у нас единственный критерий отбора это русскоговорить то что вы говорите на каком-то языке например русскоговорящие это буквально означает что все русскоговорящие люди принадлежат к нации русские допустим это большая группа людей но если мы говорим что ну как бы только русскоговорящие люди добавляем критерий культурно разделяющие российские там ценности являются собственно представителем данной нации то это множество резко уменьшается если мы говорим что только русскоговорящие люди обладающие определенными культурными русскими ценностями и например я не знаю являющиеся представителями русского этноса являются только русскими тогда их еще меньше становится не каждый что этнический русский является русским с точки зрения культуры и языка. То есть не всякий этнический русский может даже языком русским владеть, так-то, если подумать. А культурой-то русский владеть и хера и завладеешь, она гигантская, огромная и так далее, и так далее, и так далее. Этот тезис сам, блядь, очевиден. Надо быть умственно неполноценным, ёбаным, обоссанным, тупым, блядь, гуманитарием, чтобы не понимать, что этот тезис сам очевиден в данном случае, чисто вот на фоне своего речевого оборота. Чем больше критериев, тем уже вот это самое горлышко, через которое должно что-то пройти. Чем больше критериев, тем жёстче отбор. Ну, практически закономерность. Практически закономерность. Не, гуманитарий, ладно, Джон Дой, действительно, гуманитарий умнее, обскуранта, простите. Ну, серьёзно, ну, блин. То есть, если мы все вместе критерии будем рассматривать, мы просто сделаем очень маленькое сообщество в итоге. По итогу получим. Окажется, что русские, это люди, владеющие русским языком, русский этнос у них должен быть, они владеют русской культурой на высоком уровне, чем выше, тем более русские, вероятно. Они являются гражданами России, ещё плюс тоже обрезают там непосредственно, там ещё что-нибудь, ещё что-нибудь, ещё что-нибудь там надобавляем. С каждым критерием количество русских по нации уменьшается. Это просто очевидно. Это, блядь, мега очевидно. Это просто пиздец как очевидно. Каждый критерий, каждый новый введённый критерий обрезает определённую группу людей. Только мужчина может быть русским. Сразу половина русских улетает отсюда, соответственно. Только культурно образованный человек, образованный в рамках русской культуры может быть русским, обрезается вообще 90% русских, потому что 90% русских нихуя культурно не образованы. Как-то так. Ладно, окей. А потом он вообще говорит, что никакого единства антологически нет. То есть это вообще всё не имело никакого смысла. Нет, это имело смысл как опровержение, как часть опровержения. Но и даже, даже если вдруг будет доказано единство, единство это тоже абстракция, его тоже антологически нет. То есть даже если вдруг кто-то сможет всё вышеизложенное рассуждение действительно разъебать и победить, уничтожить, ему придётся ещё доказать, что единство антологически есть. То есть если он внутри дискурса о единстве сможет доказать это единство, даже после этого, ну как бы всё равно ему надо много чего доказывать. В общем, это потрясающе. Это реально потрясающие логические приёмы от кандидата философских наук. Походите. И он использует вот оба этих мега приёма далее по тексту постоянно. Про то, что типа если нету одного правильного мнения по какому-то вопросу, то значит в принципе не существует правильного мнения по этому вопросу. Где это написано? Можно, пожалуйста. Можно, пожалуйста, конкретно в такой формулировке, чтобы я вот это конкретно написал. Нет, просто существует много разных мнений по разным вопросам. И если вы своё не можете доказать, ну типа вы равновесны, вы абсолютно одинаковы. Для меня лично. И для кого угодно. И уж точно умирать между... Если выбирать умереть за одну недоказанную концепцию или выжить в другой недоказанной концепции, лучше, наверное, выбрать ту, в которой вы выживете. Как-то так. А патриотизм и национализм это те концепции, которые нередко требуют от вас, ну собственно, самопожертвования. То есть хотите ли вы самопожертвовать себя, пожертвовать себя за, например, национализм? Хотите пожертвоваться внести? Но если это фейк, возможно. Потому что если вы можете в этом усомниться, вопрос сразу. Стоит ли за это жертвовать жизнью? Какую концепцию вы выберете? Где надо жертвовать жизнью или где не надо жертвовать жизнью? Я не знаю, выбирайте, как хотите. Любовь к фантазиям. Здесь... Нафига ты стиль-то правишь? Ну, просто лишь это умножение одной и той же, ну собственно, функции. И просто и лишь здесь в одном значении употребляются. Можно как усиление воспринять, но можно и удалить, почему бы и нет. В принципе, здесь сов без разницы. Ну, по-моему, здесь единственный, кто тупорылый. Собственно, это только сам обскурант, но да ладно. Шадов демонстрирует то, что можно было бы назвать парадигмальной узколобостью. Ну давай. В конце он заключает, что любовь к отечеству и признание важнейшей ценности своей нации и ничто иное, как любовь к ничто и признание важнейшей ценности за ничто. Почти ссылка на Штернера, красота. Ни нация, ни отечество не существует ни в природе, ни в метафизике, а место их обитания это исключительно человеческий ум. Парируй. Ну хорошо. Как мы видим, очень крутой штернирист Шадов в данном случае отрицает автономное существование идей, да, например? Ну, допустим. Как вот у Платона, скажем. Как известно... Ну, докажи, что они есть. ...национализм родом из гигельянства не в последнюю очередь. И, по мнению гигельянцев, нации это некие такие проявления абсолютного духа, которые существуют даже в условиях, где нету ни одного националиста. Охуенно. Доказательства будут. Точно так же патриотизм, даже еще в гораздо большей мере. А доказательства будут? Можно без пересказа Гегеля? Можно доказательства? Просто у нас представлена позиция, в которой, собственно, нету онтологического статуса у вашей, в общем-то, вот этой вот нации. В принципе, да, нету ее. А с другой стороны, вы говорите, что он есть. И говорите, что это у Гегеля написано. Ну хорошо, у Гегеля это написано. Просто концепция, согласно которой у нее нет онтологического статуса, она значительно проще. Она экономичней. Она не заставляет придумывать всякую хуйню. Она, в принципе, не заставляет заниматься самопожертвованием, умирать за какую-то поеботу типа нации, жертвовать ради нации, избивать людей ради нации. Ну, например. То есть у нас есть две позиции. Одна проще, другая сложнее. Та, которая сложнее, она не соответствует экономическому критерию, так она еще и жестче и требует от вас каких-то действий дополнительно. Выбирайте, как говорится. Отечество существует даже тогда, когда его нету на карте мира. Когда страны нету на карте мира и когда... Но он же вначале сказал, что Отечество это страна, по-моему. Я ничего не путаю. Он вначале сказал, что Отечество равно страна. Ну ладно. ...не осталось ни одного русского и говорящего на русском языке. Шадов в это во все не верит. Ну хорошо, это его право. Но я не понимаю, зачем с таким пафосом говорить о том, что типа, моя парадигма такая крутая. Я отрицаю в том... А где-то написано, что моя парадигма такая крутая. Почему между абсолютно экономичной, простой, понятной, офигенной системой, вот абсолютно простой, абсолютно понятной, где нации не существует? Я без аргументов, без каких-либо склоняющих меня к этому, в общем-то, вещей должен принимать более сложную позицию. Можно, пожалуйста, предъявить мне доказательства того, что Отечество существует без страны, без государства, без чего-нибудь остального? Я готов выслушать и принять, но просто явно доказательства не будет. Потому что их нет. Потому что их невозможно предъявить. Ну и тогда в таком случае, почему любой какой-нибудь человек должен ради нации делать хоть что-нибудь? Хотя бы пальцем шевелить. Почему? Идут разделы псевдовыгоды национализма и патриотизма и вред патриотизма и национализма. Если честно, это уже, ну, просто то, на что не следует обращать внимание, поэтому мы просто сделали... Проблема в этом и заключается, что на эти главы следует обращать внимание. То есть, у нас есть, смотрите, мы пришли сначала к тому, что это выдуманные концепты, не существующие в мире, да? Мы дошли до этой идеи. То есть, вот, у нас есть национализм в голове, и он выдуманный. И патриотизм у нас в голове, и он выдуманный. Вопрос теперь дальше. Имеет ли... То есть, мы сначала спросили, есть ли у нас онтологическая ценность у того, что мы рассматриваем. Онтологической ценности у этого реально нет. Дальше, есть ли прагматическая ценность? Я фиксирую, что нет никакой прагматической ценности. Защита интересов страны, по-моему, наоборот. По-моему, наоборот, национализм и патриотизм, наоборот, заставляют нас не защищать интересы страны, а иногда их даже калечить, жертвовать интересами страны как таковой. То есть, интересами страны, в данном случае, как определенного субъекта. Из-за национализма и патриотизма порой страны разваливаются. Порой, соответственно, происходят разные исторические вещи, из-за которых страны беднеют, из-за которых им становится хуже, соответственно. То есть, в принципе, защита интереса страны, ну, не для этого создана ни патриотизм, ни национализм. Интересы народа, ну, блядь, честно говоря, я не знаю. Когда под лозунгами национализма и патриотизма людей выводят на бойню и заставляют их убивать друг друга и умирать в бою, мне кажется, это не защита интересов народа от слова «совсем». Сохранение языка и культуры для меня, очевидно, не имеет никакой ценности. Я не понимаю, в чем здесь ценность. Ну, как бы, если вы в этом что-то понимаете, окей. Может быть, может быть, для вас это как-то и является плюсом. Готовность армии к бою и поддержанию боевого духа – это да, точно. Наверное, патриотизм и национализм с этим более-менее справляются. Потрясающее суждение. Если мы посмотрим на поведение наиболее националистичных и патриотичных государств, сравнимых с поведением людей, то мы обнаружим, что эти государства подобны инфантильным эмоциональным особам, неспособным контролировать себя и вести адекватные переговоры с другими, потому что патриотизм и национализм – это идеологии, которые помещают себя в центр мира. Просто… Что не так? Абсолютно безосновательные утверждения… В смысле, абсолютно безосновательные утверждения. Которые с точки зрения любого исторического анализа не выдерживают абсолютно никакой критики. Ноль критики. Националисты ребят не воюют. Националисты не воюют, патриотизм, в общем-то, не призывает никого на войну никогда. Такого никогда, ребята, не было. Запомните, не выдерживает никогда никакого исторического, в общем-то, анализа. Вообще нет. Ни одно воюющее государство не патриотично, видимо. Ни одно воюющее государство не националистично. И нету, не было такого, чтобы войны организовывались с националистических всяких позиций. И даже Гитлер не был националистом. И даже национал-социалистом, наверное, не был. А войну организовал, вероятно, ну, просто так, я не знаю. И, кстати, патриотом тоже Гитлер, видимо, не был. Но тоже просто так, блядь, организовал войну. Примеров нет исторических, ничего не существует. Пишется, конечно же, что национальный высокомерие не может привести ни к чему хорошему. А может? А как оно может привести к чему-то хорошему? Интересно, как история это подтверждает. Не так ли викторианская Англия, не так ли Соединенные Штаты... Ошибка выжившего. Америки. Ошибка выжившего. Ошибка выжившего. Не так ли Римская империя? Римская империя. Нация. Нация и Римская империя, ребят. Здорово. Все, на этом можно заканчивать. Не так ли Римская империя, ребят? Национализм в Римской империи. Браво. Длительные стоячие аплодисменты. Национализм в Римской империи. Аплодируем. Стоя. Охуенно. Да. Мое почтение. Национализм в Римской империи. Поехали дальше. Самый яркий пример. Это Третий рейх. Когда из патриотических и националистических чувств немецкий народ начал войну против почти всего мира. Если у власти становятся люди с патриотическими и националистическими воззрениями, то во многих случаях войны не избежать. Вот про перманентную революцию это я для себя в скобочках сделал пометку, потому что люди с абсолютно космополитическими взглядами могут устроить мясорубку в разы, в разы хуже, чем могут устроить даже самые страшные националисты и шовинисты. Ну, самые страшные националисты это Третий рейх. И, по-моему, они устроили самую страшную мясорубку за всю историю человечества пока что. На данный момент. На данный момент, простите, у нас не было более страшной войны, чем та, которую устроили националисты. Например, Троцкий. Своя идея перманентной революции, которая предполагала буквально бесконечную войну до последнего капитали. Вопрос, а чё здесь вообще говорится про коммунистов? Почему аргументация переместилась в сторону? Ну, 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 типа, аааа, 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 у коммунистов там тоже пиздец. У коммунистов тоже, блядь, пиздец. Охуеть. Ну вот. Вот как-то вот так вот. Взяли, сменили тему разговора. Аааа, ну, прикольно. Чё? Аааа, у Троцкого вообще, блядь, перманентная революция. Пиздец, ну он ещё и в скобках это выпустил. Вот, то есть он четыре раза прочитал. Подумал над этим всем. Он пытается сказать, что строить мясорубку могут люди из любой идеологии. Нет, он хочет сказать, что устроить мясорубку могут и левые в том числе. Но это не все идеологии. Пусть он покажет какую-нибудь великую мясорубку, которую устроили, например, не знаю, пацифисты какие-нибудь. Или аполитичные персонажи. Пусть покажет великую мясорубку. Например. Листа в мире. И это была космополитическая идея. Там не было даже патриотизма, не говоря уже про национализм. Был ли там патриотизм, я не знаю. Ну, например, если мы рассмотрим Сталина, сталинскую эпоху и войну, собственно, Вторую мировую или Великую Отечественную. Мы заметим, что патриотические всевозможные, кстати, даже националистические, в общем-то, тезисы выдвигались. Плюс-минус. Вы неожиданно охуеете, да, но там это победа нас, русских, там, что-нибудь вот такое вот нередко встречалось в речах того же Сталина. И, честно говоря, патриотизм, по-моему, основная черта военных лет, патриотические стихотворения, там, любовь к своей родине, родина-мать, кстати, статуя, так или иначе. И многое такое. То есть тут к вопросу о том, есть ли патриотизм внутри коммунизма, мне кажется, еще более-менее открытый, особенно если речь идет об СССР. Потому что в СССР была лютейшая, блядь, смешанина. Одно дело, это просто смотреть на тексты, которые действительно написаны, собственно, некоторыми интеллектуалами по, собственно, левым вот этим всем вопросам коммунистическим. А другое дело, какая риторика велась и каковы на самом деле были сами эти, собственно, коммунисты, да, люди, обычные люди, которые коммунизма придерживались в СССР, был патриотизм. Ну, очевидно, в очень высокой степени. СССР категорически патриотичное государство. А Джон Дой пишет, так, блядь, если космополитическая идея оправдывает резню, как это опровергает то, что националистическая идея может оправдывать резню? Да никак. Так, это просто типа, а у них там еще хуже. Ну, прикольно, что у них еще хуже. Все эти интервенции во имя демократии, во имя свободы, во имя прав человека, все это можно вспомнить. Да, но ни одна подобная интервенция не была причиной такой резни, которую устраивали коммунисты, патриотичные достаточно. И, соответственно, национал-социалисты, которые, ну, в том числе националисты, получается. Да, это одна из разновидностей национализма. И, кроме того, здесь, ну, и вот, например, политическое преследование несогласных, тоже крайне распространенная практика. Ну, да, 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 в космополитические... Опять, нахуй, космополитические. Почему-то у политических шизов, ну, потому что политики в среднем интеллектуальные неплноценные дегенераты, которые не умеют рассуждать, и у которых каша в голове, да, плюс-минус, к сожалению, по большей части. У большинства людей, которые интересуются политикой, у них вот такая вот хуйня, у них болезнь, это, видимо, профессиональная болезнь, они думают большим трудом. Они почему-то считают, что если мы скажем, что «А у противоположного лагеря еще хуже», это типа контраргумент. Причем хуже, не хуже, мы еще, давайте, определим, у кого хуже. Как бы. Но, блядь, ну, блядь. Типа я, блядь, коммунист, может быть, я не знаю, я просто, может быть, с позиции коммунизма говорю, ребят. Может быть, вы не заметили красный флаг за мной? Вот там вот в центре находится серп и молот, вот смотрите, там вот. Вот смотрите, сейчас, ребят, вы не видите? Вот здесь, вот тут серп и молот, ребят, вот тут. Вот видите, серп и молот здесь. Я вот не вижу, на самом деле. Серп и молота я не вижу почему-то, жалко. Условно говоря, государствах никогда не согласны, не преследуют. Я где-то утверждал, что другие государства никогда не преследуют, не согласны. Условно говоря, я как бы. Продолжение следует...